Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программы «Итоги недели» в студии Анастасия Малишкевич. Брест отмечает памятную скорбную дату – 83-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. День всенародной памяти – жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года прошло с начала войны, но и спустя десятилетия мы скорбим обо всех погибших и помним о них. Для памяти и скорби нет временных промежутков, и поэтому в течение многих лет 22 июня тысячи людей приходят склонить головы пред памятью воинов 40-х, погибших и вечно живущих в памяти народной. Поклониться ныне живущим солдатам Победы приходят в Брестскую крепость, защитники которой первыми приняли удар фашистских оккупантов. Главной темой сегодняшнего выпуска будет телеверсия масштабных мероприятий, подготовленных в городе Бресте ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года назад жизнь города над Бугом в одно мгновение разделилась на до и после. После были 4 года непрекращающегося ада, страшной войны, кровопролитность которой не имеет аналогов. Миллионы загубленных и искалеченных жизней – это не просто цифры. В нашей стране практически нет семьи, которая бы Великая Отечественная обошла стороной. А потому 22 июня не просто дата в календаре. Это день скорби. И каждый год уже много лет мы возвращаемся к тем событиям, чтобы знать, чтобы помнить, что делает война. Накануне в городе над Бугом время повернулось вспять. Последний мирный день воссоздали в Бресте. На центральной пешеходной улице города из патефона звучала музыка первой половины прошлого столетия. Дамы в модных винтажных платьях прогуливались под руку с кавалерами. Продавцы зазывали отведать конфеток-бараночек. На один день механизм машины времени был приведен в действие, чтобы молодое поколение увидело, как это было. Пропустило через себя предчувствие великой катастрофы. Чтобы мы, живущие ныне, еще больше ценили мир, свободу и жизнь. В городе над Бугом тепло, солнечно, многолюдно и спокойно. Как и 83 года назад, по улице неспеша прогуливаются красноармейцы. Барышни демонстрируют изысканные наряды сороковых. В переполненных кафешках пьют лимонад, шумят малыши и всюду музыка. Знаменитая Риорита. Душевный варь с утомленным солнцем. Пары сливаются в завораживающем танце. Таким был предвоенный мирный Брест. Именно здесь он становится реконструктором. Когда мурашки по коже, когда ты просто плачешь и не можешь ненавидеть этих слез там, когда ты на поле. То есть ты настолько чувствуешь эту атмосферу и понимаешь, что эти солдаты в большинстве еще там, в Брестской крепости, лежат у нас под ногами, когда мы на этом поле. На самой реконструкции ощущается сила, мощь, отвага нашего народа. О том, что они, несмотря ни на что, зная, что они все погибнут, они защищали свою Родину. И хотелось бы, чтобы наши дети, дети детей наших, знали, что такое Родина. Это самое главное, что есть. И мир, мне кажется. Да. Мир для себя, для своих детей, для внуков. Не только в то время, в которое мы живем, но и нашим детям. Мы показываем июнь в 1941 году, когда военные еще не подозревали, что будет нападение. Они гуляли с поисковыми своими семьями. Был теплый летний день. Я здесь представляю клуб военно-исторической реконструкции «Солдаты Победы». На мне форма офицера, лейтенанта, пехоты, рабочей крестьянской Красной Армии. Вот, то есть командир взвода. Если бы вдруг 22 июня я оказался там, то я бы поступил точно так же, как и наши деды, прадеды, которые защищали нашу Родину, для того, чтобы сейчас вот так мы гуляли по этой улице. Центральная пешеходная улица города превратила своеобразную ретро-галерею под открытым небом. Буквально в каждом уголке дыхание истории. Без машины времени жители и гости города над Богом совершили необычное путешествие в последний мирный июньский день 41-го. Здесь сегодня, в мирный день 21 июня, предлагаем то, что раньше было, в советские времена. В магазинах был маленький ассортимент, были баранки, конфеты, тоже был маленький ассортимент. Но предлагали всегда с удовольствием и угощали людей. Мы занимаемся реконструкцией Великой Отечественной войны. Мы сами из Петербурга. Мы приезжаем сюда с 2011 года, это наш 13-й фестиваль. Мы каждый год ночью на поле, а 21-го мирный день всегда здесь. И я лично коллекционирую одежду 40-х годов. Брест вообще святое место для всех, потому что именно здесь наш народ встретил страшную войну. Не могу спокойно разговаривать, извините. И мы, чтобы отдать дань, в первую очередь, ну, каждой семье, наверное, это коснулось, эта война. И, кажется, это святое место. Ну, если есть возможность, мы, ну, практически каждый год мы сюда ездим. Все, как и 83 года назад. Перед началом Великой Отечественной войны субботний вечер 21 июня был насыщен событиями. Казалось, что впереди вся жизнь. Люди мечтали, загадывали желания, и никто не думал, что все их планы разрушит война. На музыкально-поэтической площадке Брестского Арбата пели песни тех лет, читали стихи. Известные строки авторов 30-х, 40-х задевали за живое, задевали самое сокровенное в человеке. Поражали глубиной и искренностью. На земле безжалостно маленькой, жил бы у человека маленький, служба у него была маленькая. И маленький по размеру портфель, получал он зарплату маленькую. И однажды в прекрасное утро постучалось к нему в окошко, небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие. И маленький по размеру шинель. А когда он упал, некрасивый, неправильный, то ловесь крыль вывернул фронт, то на всей земле не хватило фрамора, чтобы вырубить плавню в полный рост. Мурашки по коже обернулось, как будто бы там слезы на козах. Недавно буквально пересматривали фильм «Брестская крепость». И как все равно вот все вот тут вот внутри. Дедушка мой тоже воевал, ордена и все, и с осколком в ноге так и прошел до конца. Пока мы будем помнить то, за что стояли наши деды и родители чьи-то, пока будет жива память, не будет войны. Буквально на один день в пограничном Бресте история жила. В образах, событиях, настроении все было, как тогда. Отличие лишь в том, что 83 года назад обычный летний вечер стал последним мирным вечером. 22 июня началась война. И этот день стал трагической датой, но вечно вписанной в историю советского народа. А пока горожане наслаждаются атмосферой выходного дня, на заставах пограничного Бреста жизнь идет своим военным ходом. Соблюдая устав перед заступлением на смену, пограничники проводят боевой расчет. Обычный ритуал, однако. Тогда, 83 года назад, никто не знал, что для большинства из них он станет последним. В 2024-м в это же время 51 курсант Института пограничной службы выстроились на боевой расчет с портретами героев-пограничников, погибших в первых боях на границе в июне 1941-го. Вспомнить поименно всех тех, кто погиб в первые дни войны, значит дать им шанс заступить на стражу рубежей. Правда, не территориальных, а рубежей памяти народа и страны. Их помнят, о них не забывают, ведь каждый из них в далеком 41-м проявил стойкость, мужество и героизм. Возложить цветы к скульптурной композиции, героям границы, женщинам и детям, мужеством своим. В бессмертие шагнувшим возле терраспольских ворот мемориального комплекса «Брестская крепость героя» пришли все те, кто сегодня, благодаря подвигу пограничников, живет под мирным небом. 51 курсанты Института пограничной службы Республики Беларусь с единым строем вышли на боевой расчет. Вышли в скорбном молчании, неся 51 портрет пограничников 41-го года, которые в это же время, 83 года назад, заступили на охрану государственной границы большого и сильного государства. Воинопограничники, стоявшие в тот вечер в строю на боевом расчете не могли, предполагая, что для абсолютного большинства из них он будет последним. Именно они в первые минуты войны 22 июня 1941 года самый страшный удар приняли на себя. В бой с немецко-фашистскими захватчиками вступили пограничные наряды. Владимир Андреевич, пал смертью грабрых в боях за свободу и независимость нашей Родины. Место для проведения акции у скульптурной композиции героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим выбрано не случайно. Здесь будущие пограничники не просто вспоминают о подвиге защитников Родины, заступивших ровно 83 года назад на охрану государственной границы и больше не вернувшихся домой. На Брестской земле они сполна понимают, какую цену заплатили бойцы в 1941 году за мирное будущее нашего народа. Акция «Боевой расчет» – это дань памяти тем, кто в 1941 году стоял насмерть, защищая рубежи нашей Родины. Вспоминаем тех, кто ушел из жизни. Это яркий пример для подражания для нынешнего поколения, как нужно беречь свою Родину и как ее защищать. Везде пограничники с честью выполняли свой долг. Вот ту память, которую мы сегодня вспоминаем, тех, кто ушел из жизни, это яркий пример для подражания нынешнему поколению, как нужно беречь свою Родину и как нужно ее защищать. Если этого не будет, если бы этого не было, нас бы смяли просто и нас бы уже практически никого бы не было. То есть не было бы ни страны, не было бы тех народов, которые сегодня, к счастью, остались и делают все возможное, чтобы созидать. На акции «Боевой расчет» плечом к плечу стояли руководители пограничных ведомств Совета командующих пограничными войсками государств, участников СНГ, офицеры и курсанты пограничных вузов России, Казахстана, Таджикистана, ветераны пограничной службы, учащиеся школ из разных регионов в Беларуси. Я считаю, что данный боевой расчет, он имеет очень важную цель для последующего поколения, дать им хорошее правильное воспитание, чтобы они знали правильность истории, истину. Я хочу отметить словами своего президента, не зная своей истории, не будет и будущего. В боевом расчете я участвую уже третий раз. Первый раз я побывала тут во время учебы в школе, после, на первом курсе, когда, это традиция, когда первый курс прижат на боевой расчет и уже непосредственно в нем участвуют с портретами. Сейчас я представляю на боевом расчете поисковую деятельность института. На протяжении этого года курсанты института занимаются поисковой деятельностью. Мы изучаем историю пограничной зоны заграждения по линии Радашковича, заставы Негорелая, Тимковича, Красная, Слобода. Начали с изучения пятой пограничной заставы 16-го пограничного отряда. Изучили историю жизни, боевой путь младшего политрука, заставы Паринова, Ивана Кирилловича. Акция «Боевой расчет», символизирующая связь поколений, проходит в девятый раз. Вспомнить поименно всех тех, кто погиб в первые дни войны, значит дать им шанс заступить на стражу рубежей. Правда, не территориальных, а рубежей памяти народа и страны. Алексей Герасимов, Федор Верещагин, Анатолий Горбачев, Иван Бедин и многие другие известны по сей день. Безымянные герои запечатлены, быть может, на кадрах военной хроники. Быть может, они оборонявшие свою землю. Рядовые, лейтенанты, полковники, сержанты писали на стенах Брестка крепости. Умираю, но не сдаюсь. Мы ведем серьезную архивную работу по поиску всех пограничников, которые погибли в первых боях на государственной границе в июне 41-го года. Здесь, как раз таки на руинах пограничной заставы, 9-й, 17-го красноаменного пограничного отряда, за нашим памятником находятся эти руины. И как раз таки пограничники здесь приняли первый удар и первый бой. И традиционно в акции принимают участие курсанты первого курса, завершая в том числе обучение по дисциплине История органов пограничной службы как раз таки завершается нашей патриотической акцией боевой расчет. Под ножью скульптурной композиции пограничники несут зажженные лампадки, рядом ложатся венки и цветы. И память в наших сердцах навечно. Великая Отечественная война – это небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Нынешнее поколение о них будет помнить вечно. 22 июня 1941 год, 4 часа утра. День летнего равноденствия – самый долгий день в году стал началом испытаний для всех людей великой многонациональной страны. Началась Великая Отечественная война. Удар фашистов первыми приняли солдаты Брестской крепости – героические защитники цитадели над Бугом. Прошло уже 83 года с того трагического дня. Но все, что произошло тогда, в первые дни войны, живо и по сей день в тревожном молчании бастионов Брестской крепости, живо в памяти наших ветеранов. Уже в течение многих лет тысячи людей в 4 часа утра приходят на священную землю цитадели, чтобы почтить память павших и поклониться ныне живущим солдатам Победы. Будут звучать слова благодарности, будут ложиться на спокойные воды Буга венки со свечами, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. Сегодня, 22 июня 2024-го, по важной и трогательной традиции, брещане и гости города собрались на этой героической земле на митинг-реквиум. Памяти павших будьте достойны, чтобы отдать дань уважения тем, кто второковое утро встал на пути поработителей и отвоевал для нас мирное небо. 22 июня 1941-го года дата, вошедшая в историю, как день скорби и печали. День, когда началась Великая Отечественная война. В тревожном молчании бастионов Брестской крепости до сих пор звучит канонада и голоса ее защитников. В память о тех страшных событиях более 20 тысяч брещанок гостей города собрались на митинг-реквиум памяти павших будьте достойны, на священной земле, чтобы почтить память павших военных и гражданских, которые отвоевали для нас мир. Я приехал из США и как узнал, что сегодня здесь это будет мероприятие, я приложил все усилия, чтобы приехать. Я сам белорус, родился в Белоруссии. Там живу уже две трети своей жизни, 35 лет. И какую там нам сейчас преподносят правду, это немножко другая, чем я ее знаю, как я понимаю. Это место для меня всегда было. Я с детства приезжал в Брестскую крепость и сегодня радость здесь быть. Вот 83 года тому назад, кажется, такое, простые слова, да? Но в то время, 83 года, вот именно вот в это время, наша республика Беларусь подверила жесточайшему нападению. Было с лица земли все, уничтожали фашисты и так далее. Геноцид белорусского народа не имел никаких границ. Это ужас. Убивали, уничтожали буквально всех, кто только не понравился или за малейшие преступления, или какое-то там незначительное какое-то отступление. Сжигали целые деревни, села, города вместе с народом. Это, понимаете, это дикость и так далее. Поэтому наш белорусский народ поднялся именно на борьбу с фашистами и вместе с нашими партизанами помогали советской армии, или тогда красной армии, для того, чтобы побыстрее уничтожить врага. Без наших дедов, дядей, ну вот кто, мать, не матерей, тетей, никто, мы бы сейчас не жили, нас бы сейчас не было. Поэтому мы не оплатным долгом перед ним. Гости города над Бугом преодолели тысячи километров для того, чтобы склонить голову у вечного огня героической крепости. Они приехали из разных уголков Беларуси, из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы стать частью масштабного реквиема во имя тех, кто сражался за мир на земле. Среди них члены 40 официальных делегаций. Особенный для Беларуси 80-летие освобождения Минска и территории Братской Республики, но это год особенный и близкий для всех россиян. Победа неразделима и победа едина, победа всего советского народа. И вот мы сейчас здесь, на героической земле Брестской крепости, еще раз осознали масштаб того подвига, тех жертв и страданий, которые перенес советский народ. И пусть те люди в Европе, кто занят сносом наших памятников, стиранием нашей истории, призывами в наш адрес не говорить больше о войне, вслушаются в то, как сегодня здесь тысячи сердец бьются в одном ритме. Сегодня мы помним не только потому, что знаем этих наших людей, потому что они наши предки, они родные нам люди. И сегодня, объединив представители многих государств, которые пришли сегодня сюда, тех, кто мыслями здесь сегодня, те, кто сердцами здесь сегодня, это миллионы людей по всему миру, знают и чтут этот день. Именно это дает нам силу объединиться сейчас вокруг того врага, который пытается поднять голову, потому что мы знаем этого врага в лицо. Его видели наши родные люди. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Объединение вокруг того, что делает нас сильнее, сегодня является нашим главным фундаментом и условием победы. Наша задача – передать эту память дальше, передать эту силу дальше. И это знание о том, в чем наша победа. Мирное небо и вечерние танцы, уже с первой атаки боль за товарищей, театрализованное действие развернулось на площади церемониалов. Оно было поделено на четыре блока, и из настоящего участники реквиема вместе с артистами отправились в путь по трагическим страницам прошлого. Творческая группа готовилась около полугода, а всего в музыкально-театрализованном представлении было задействовано порядка одной тысячи человек. В памяти героев и их семьях почетные гости реквиема возложили цветы к вечному огню мемориала. Участники торжественного мероприятия почтили память всех павших защитников Отечества минуты молчания. А военнослужащие Брестского гарнизона прошли торжественным маршем по площади церемониалов. В истории каждого народа есть события, память о которых священна. Для белорусов таким судьбоносным событием является Великая Отечественная война. Наша земля первой приняла на себя удар фашистской военной машины. Брестская крепость стала передовым рубежом обороны, дав захватчикам ошеломляющий отпор. Исключительное мужество и героизм советских людей в цитадели, их несокрушимая стойкость, воля к сопротивлению и вера в победу стала непреодолимой преградой на пути наступления оккупантов. Благодаря самоотверженному подвигу защитников крепости уже в первые дни военного противостояния здесь, на белорусской земле, потерпел крах немецкий план молниеносной войны. Имена героев навечно останутся в нашей памяти и истории. Кижеватов, Наганов, Зубачев, Гаврилов, Фомин, Шабловский и многие другие известные и, к сожалению, неизвестные герои. Сегодня каждый из тех, кто навечно остался в земле Берестейской, охраняя Отечество, на века внесен в списки героев. Мы чтим, мы помним, мы гордимся. Василий Набуцкевич, Эдуард Покунович, Дмитрий Свенюк, Юрий Монтович, Итоги недели. Тысячи людей не спят, чтобы в ночь с 21 на 22 июня прийти в священную цитадель над Бугом и стать участником омитинга реквиума. Сегодня, впрочем, как и всегда, сюда приехали из самых разных уголков мира. На плитах мемориала сотни зажженных красных лампадок, в руках людей черно-белые портреты, а в глазах слезы. Рассвет 22 июня 1941-го – эта дата внесла существенные коррективы в планы семей, в людские судьбы и жизнь страны. День, когда мир стал другим. 83 года назад здесь, на территории Брестской крепости, под шквальным огнем врага началась Великая Отечественная война. Солнце едва взошло, счастье спокойного летнего утра и его безмятежную тишину нарушила бомбежка. Каждый год на рассвете 22 июня на Кубринском укреплении Брестской крепости история оживает. Это именно тот случай, когда режиссерская работа и игра реконструкторов не кажутся постановкой. Одно из самых эмоциональных массовых мероприятий в этом году собрало порядка 40 тысяч зрителей. Равнодушным воссоздание боевых действий не оставило никого. В 1941 году мирная жизнь здесь шла своим чередом. Солдаты прибывали к месту службы, репетня играла в дворовые игры, молодежь ходила на танцы, а взрослые совершали неспешные прогулки. И все это было до рокового утра, когда мир перевернулся, а жизнь всего мира разделилась на до и после. Едкий дым, сотни взрывов, повсюду стоны раненых и тела убитых. Фашисты не оставляли шансов выжить в огненном аду. Но наши бойцы нашли в себе силы и дали отпор врагу. Солдаты и офицеры более 30 национальностей сопротивлялись около месяца. Крепость пала, но не сдалась. Историческая реконструкция – это способ погрузить нас в те страшные, кровавые и безжалостные события. На чувство страха осознание того, что это было в реальности, набивает неподдельный ужас и заставляет вздрагивать при каждом выстреле и изрыве. Не получилось. Такой народ победить очень и очень трудно. В лицах тех, кто пришел посмотреть и поучаствовать в масштабном действии, читается скорбь и гордость. За наших, за страну, за то будущее, что они нам подарили. На самом деле это очень интересно. В одно время страшно из-за взрывов, а в другое время это правда заманчиво очень и грустно в одно время, когда немцы убивают наших, и без слез это нельзя смотреть. Это день такой горечи, потому что 80 лет назад на нашу страну вторглись и разрушили практически всю нашу Беларусь. В Брест на реконструкцию приезжаю шестой раз и еду сюда за атмосферой и за самой реконструкцией, потому что таких эмоций, которые мы переживаем за время проведения мероприятия в Беларуси, наверное, нигде не ощутить. Для меня, как человека, занимающийся военной историей, это в первую очередь трагедия, потому что у нас сейчас реконструкция закончилась, а 80 лет назад здесь творился такой ужас. И вот когда именно находишься здесь, очень сильная энергетика в крепости, ощущаешь на себе весь этот ужас и кошмар. Я считаю, что данное действие очень помогает сейчас показать людям, что важно помнить о том, что такое война, как тяжело терять близких людей и также просто показать окружающим, как оно на самом деле происходит. В этой страшной войне погиб каждый третий белорус. Каждый третий погиб слишком рано, но успел делать так много для страны, мира для людей. Никто не забыт и ничто не забыто. Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Восемь стран-содружества независимых государств. Что может объединить молодежь этих стран? Международный белорусско-российский патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти». Три года назад он был инициирован Советом Республики Национального Собрания Белоруссии и Советом Федерации Федерального Собрания России. В 2024-м проект расширил свою географию и сегодня в нем принимают участие 200 учащихся старших классов. О том, как ярко и красочно встретили участников проекта и почему именно на священной земле Брестской крепости «Был дан старт поезду памяти» узнаете в следующем сюжете выпуска. Громко и музыкально на Брестском железнодорожном вокзале встречали участников международного белорусско-российского патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд памяти-2024». В Брест прибыли школьники из восьми стран – Белоруссии, России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Всего около 200 человек. Основная идея проекта – познакомить старшеклассников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны и дать им возможность посетить места боевой славы. В этом году двухэтажный поезд пройдет по многим городам Белоруссии и России. Среди них – Минск, Полоцк, областные центры республики, Москва, Санкт-Петербург, а также заедет в агрогородок Александрия – малую родину президента Белоруссии. За две недели школьники посетят семь регионов России и шесть областей Белоруссии. Поезд памяти с самого начала, с первого старта, два года назад уже был интернациональным. Но начинали мы с двух братских стран – России и Белоруссии, и дальше двухкратный рост каждый год. Второй раз было четыре страны – это страны Евразес. Сейчас в этом году их уже восемь. Это все без исключения страны, содружества, независимых государств. Для нас было очень важным в этом году собрать именно такой состав, в том числе с учетом того, что Россия в этом году председательствует в Содружестве. Это стало еще одним очень важным элементом нашего российского председательства, но и не в последнюю очередь. Это в такую же, точнее, первую очередь, потому что наши белорусские друзья и братья в этом году отмечают 80-летие освобождения республики. И нам очень хотелось сделать еще один подарок Белоруссии, приехав поздравить наших друзей, наших братьев и сестер с этим праздником в максимально широком интернациональном составе. И у нас это получилось. Сегодня мы начинаем наш путь в Бресте на белорусской земле. И финал нашего проекта тоже на белорусской земле 3 и 4 июля, когда здесь будет отмечаться 80-летие и праздноваться национальный день, день освобождения столицы города Минска. Приветствую участников проекта Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестка облсполкома, сделал акцент на то, что организаторы составили такую программу, чтобы каждый из участников смог познакомиться с достопримечательностями Брестской области. Побывать в мемориальном комплексе Брестская крепость герои, посмотреть экспозиции его музеев, увидеть спортивные объекты и попробовать Брестское мороженое. «Самое главное, желаю вам хорошего настроения, множество улыбок, чтобы вы обязательно здесь на Брещене приобрели у себя новых друзей, обязательно, чтобы они у вас появились, множество впечатлений. Ну и сделаем так, чтобы вам было здесь комфортно и хотелось возвращать своими родными и близкими. Поезд памяти, долгий путь и процветание». Приятно удивлен торжественной встречей участник поезда памяти Атахуджа Ахмадзода. Юноша рассказал, что по дороге в Брест очень нравилось рассматривать белорусскую природу. А еще культуры Беларуси и России очень близки ему. Он уже познакомился с новыми друзьями в проекте и рад приехать в Брест. «Много эмоций, разные друзья, мы познакомились с друзьями из других стран, Узбекистан, Казахстан, Беларусь. Это дружба, это круто, мир. И еще могу сказать, что история – это самое главное. Мы должны знать свои истории, чтобы в будущем обеспечить свою страну». «Я узнаю много нового, познакомлюсь с ребятами. И очень классно, мне понравилось. Очень круто, интересно все». После торжественной и эмоциональной встречи участников проекта «Поезд памяти» с юношами и девушками встретилась Наталья Качанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, и Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства. Приветствую участников проекта, Наталья Качанова акцентировала свое внимание на то, что культурно-образовательный проект «Поезд памяти» с каждым годом становится все более масштабным и популярным. В этом году к старшеклассникам из Беларуси и России присоединились сверстники из других городов. И этот уникальный молодежный проект, реализуемый под эгидой союзного государства, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент патриотического воспитания и единения молодежи. Мы очень надеемся, что в год 80-летия Великой Победы в 2025 году география расширится еще больше, и все 15 стран бывших стран Советского Союза станут участниками этого проекта. Мы очень на это надеемся, потому как это та история, которая объединяет наши народы, та историю, которую нельзя предавать и забывать нельзя. И поэтому символично, что старт этой акции молодежной всегда проходит здесь, в городе Бресте, в том месте, которое стало первым на пути врагу, в том далеком 1941 году. Получить удовольствие и пользу от познавательного путешествия, полного впечатлений новых открытий, напутствовали юным пассажирам «Поезда памяти» заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Константин Косачев и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Сегодня прозвучала гарантия от молодых людей, восьми стран Содружества независимого государства, быть патриотами и помнить о том подвиге, без которого мирная жизнь на территории стран Содружества, мирная жизнь, которую принес советский солдат в страны Восточной Европы, была бы невозможна. Скажу более, мы сегодня готовим предложение по расширению набора мероприятий союзного государства, которые будут финансироваться из бюджета, которые в том числе поддержали сегодня ребята и предложили. И в том числе мы сегодня по особому оцениваем работу, которая идет здесь, на территории Брестской крепости. Не случайно уже третий год подряд официальный старт проекту, направленному на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, дается именно в таком знаковом месте, как Брестская крепость. Ведь не может быть более точного места для старта проекта «Поезд памяти», потому что память о той войне начала с ее первой секунды, с той секунды, когда здесь пролилась первая кровь и гибли люди. «Все тише, тягнется на восток, все, кто меня слышит, я сделал все, что мог, кто в казематах дышит, кто-нибудь есть живой, все, кто меня слышит, иду на последний бой». Мероприятие завершилось передачей символа проекта его участникам и возложением цветов к вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Очень интересно, когда ты видишь людей не только из своей страны, не только из Российской Федерации, но также еще из других стран. То есть в прошлом году, например, участвовали четыре страны, а в этом году уже восемь. И, конечно, масштаб самого мероприятия впечатляющий. Поэтому мне очень понравилось. У меня эмоции очень положительные. Я надеюсь, что эти 15 дней я проведу только с улыбкой на лице. Я решила поучаствовать в этом проекте, потому что мне очень интересна история, история моего народа, история дружеских нам народов. И я попала сюда, в команду своего отряда, и поняла, что мои ожидания полностью оправдались. Прошло совсем немного времени, но я уже смогла частично погрузиться в историю стран, из которых приехали ребят, историю Беларуси, в которую мы сегодня приехали. Впереди поезд памяти ждут 12 городов Беларуси и России. 3 июля поезд прибудет в Минск, где юноши и девушки смогут насладиться парадом в честь Дня независимости Республики Беларусь. Сотрудничество и дружба не только в разных сферах жизни, но и в памяти. На гарнизонном кладбище в Бресте в память уроженцев и жителей Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга были открыты мемориальные доски. Война – это наше общее горе. И многие башкиры и россияне участвовали в боях на территории и за территорией нашей страны. В мероприятии участие приняли руководство города, делегации дипломатических миссий и члены общественных организаций. Как это было, расскажем в заключительном сюжете выпуска. Аллея памяти на гарнизонном кладбище в Бресте открыта 21 июня 2023 года. Тогда же установили первые мемориальные доски от народа в Беларуси, России, Ингушетии и Чечне – память о погибших героев в годы Великой Отечественной войны. Теперь настала пора вписать сюда новые имена. Это хороший и продуктивный шаг в соединении всех национальностей, которые защищали нашу Брестскую землю. Аллея памяти сегодня набирает, так скажем, оборот в плане того, что мы приводим в порядок само гарнизонное кладбище. Это наша честь и совесть в первую очередь. А с другой стороны, мы подтягиваем неравнодушных города-побратимы, желающие оставить след на гарнизонном кладбище в честь своих отцов и дедов, которые защищали Брестскую землю. Поэтому вы видите, насколько оно сегодня преображается. Я думаю, эта работа будет продолжена и, наверное, последним шагом будет здесь, когда мы наведем полный порядок. Историческая память о предках, заложенная в генах с нами каждый день. Она позволяет нам оставаться людьми, ценить то, что мы имеем – мирное небо и процветающую страну. В памяти героев-защитников не только о белорусах, но и о представителях 30 национальностей, в память тех, кто оборонял крепость, участники церемонии возложили цветы к монументу воин. А затем, как знак братской отношения и уважения, почетные гости открыли мемориальные доски. Это торжественно и волнительно принимать участие в таком мероприятии, потому что мы увековечили сегодня память уроженцам республики Башкортостан, которые освобождали Брестскую землю, которые участвовали в обороне Брестской крепости, и тем более сейчас, в преддверии годовщины, 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Мы очень благодарны администрации города Бреста, брещанам, администрации Брестской области, Республике Беларусь, в том, что сохраняется данная память, что у нас сегодня есть возможность почтить память уроженцев Башкортостана. Я часто об этом думаю, размышляю, я и часто, и участвую в том числе в таких мероприятиях, потому что молодежная политика – это объединение патриотических организаций, такие как поисковики, минармейцы, реконструкторы, и так или иначе памятных дат и памятных мероприятий очень много. И когда ты пропускаешь через себя, через призму своего восприятия, эти события, конечно, корм ставят в горле, и сколько мероприятий бы не было, всегда очень хочется заплакать почему-то. Может быть, я, конечно, такой сентиментальный, но мне кажется, это о чем-то говорит. Поэтому наша задача – передавать эти эмоции подрастающему поколению, тем ребятам, с которыми мы работаем, и чем чаще они будут участвовать в этих мероприятиях, посещать музеи, посещать памятные места, тем, мне кажется, им проще будет жить. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, кажется, замолкают даже птицы. И в этой тоскливой тишине, благодаря нашей памяти, сердца погибших пусть на день начинают биться вновь, ведь они живы, пока мы помним о них. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал на зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучал с ним в окошко, небольшая, казалось, война. Автоматы мы выдали маленькие, каску выдали маленькую, сапоги выдали маленькие и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крики вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Василий Новоцкевич, Дмитрий Фенюк, Юрий Лимонтович, Итоги недели. Этот материал завершает специальный выпуск программы «Нашу мирную жизнь». Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Анастасия Милишкевич, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова